Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс. Сегодня я хотел предоставить одно из очень интересных интервью с автором темы о развитии музмехов. Своеобразная, очень интересная теория до этого никто не предлагал. Я несколько раз пытался с ним связаться и в конце концов я его вытащил на разговор. Что же из этого получилось? Давайте дальше слушать. Но от вас я хочу, чтобы вы поддержали данный проект и прошли внизу по ссылке в описании и проголосовали за. Чтобы тема немножко поднялась в топы и мы с вами получили разнообразие музмехов, которые мы заслужили. Итак, ребят, с нами сегодня основатель, основатель теории продвижения музмехов на территории нашей. Кстати, Тём, слушай, у тебя получается богатое прошлое программирование веб, насколько я знаю, да? Ну, не только прошлое, нынешнее. Нынешнее, то есть ты так и программируешь, да? Сколько за плечами сайтов, чувак, скажи честно. Ну, сайтов, кстати, немного. Сайтами я мало занимаюсь. Я в основном занимаюсь, как бы сказать, веб-интерфейс для пользователей для различных типов датчиков в последнее время. Интерфейсы для датчиков? Это, погоди, это что такое поточнее? Ну, например, вот из последнего, если так вспомнить. Имеется датчик для передачи данных на сервер с помощью GSM. Как бы попроще это вам объяснить, чтобы понятнее было. Короче, датчик, который меряет урень воды. Я его перепрограммировал и даю пользователям в доступном виде. То есть, ну, графики там строил, подобные всякие вещи, чтобы, ну, как бы пользователям было понятнее. Скажи, слушай, Курт, а как вот, имею в виду, ты хотел, получается, помочь вообще в этой? Я знаю, что ты, как бы, тогда еще на стриме предлагал, то, что, ну, помочь с разработкой. Да, дело в том, что я в свое время разрабатывал, ну, работал с экшен-скриптом, работал с флэшем, писал свою игру. Поэтому, ну, собственно, верстка – это одна из частей моей работы. И, собственно, на основании этого я предлагал вот на интервью с Еленой. Да-да-да, я тогда и видел, что, ну, имею в виду. Да, что я им предлагал. Говорю, давайте я вам перепишу вот весь, ну, весь ваш фронтенд, вот, музуаровский, на HTML5 бесплатно совершенно. Ну, как бы, если вы мне предоставите вот какие-то исходники. Потому что, в принципе, можно сделать это и сейчас, но это все придется самому вырезать. Это такой себе выход. Ну, понятно, понятно, что, короче, имею в виду это. Ну, они не предоставят, конечно, контент для таких вещей. Самое смешное, что, по-нормальному, ты, получается, сам, ну, из темных городов, получается, чугунно-зимнеморье. То есть, ну, из Челябинска, короче, суровый сибирский пацан, ты, знаешь. Ну, то есть, ты, скорее всего, оттуда же, да, откуда Надя и МС, наверное, да, получается? Они у нас двое. Ну, насчет МС не знаю, она тогда, Надя из Челябинска. Ну, если она из Челябинска, то Сашка тоже, вон, МС. Вот, тот, который с розовыми подштанниками, это... Это он, сто процентов. Ну, вот, и получается, смотри, если тебя оттуда вытаскивают, то тебя на работу нанимают. Ты вообще готов был переехать в Москву, если бы тебя наняли? Нет, не готов. Дело в том, что сам я вообще не из Челябинска, я из деревни, из Челябинских югов. И был всего в двух или трех городах вообще своей жизни. Я как-то, ну, человек типа домосед, то есть, если где родился, там пригодился. А, где родился, там пригодился. Не, не, не. Я вообще не сторонник того, что, что такое ты переезжаешь, я делаю. Ой, корт, тебе надо, слушай, знаешь, вот такая вещь интересная. Ты не поверишь, в Москве, слушай, очень сильно не хватает людей с мозгами. Это прям, ну, как бы, это стопроцентная вариация. Потому что меня много раз вытаскивали тоже. Я вообще родом тоже из далеких, короче, краев. Я вообще из-за Байкалья. То есть, я туда вдаль почти, короче, с Дальнего Востока. Меня тоже звали. Ничего тебе донесло. Ну, да, я, короче, переехал в теплые страны. Потому что, блядь, ну, я замерз, слушай, блядь. Корт, я прям реально замерз просто. Вот и все, я туда переехал, поэтому. Ну, вообще, я сегодня пригласил тебя, как бы, к нам. И обсудить вообще тему, получается, развитие музмехов, ребят. Потому что ссылка, вообще, как таковая, она, как бы, есть. Мы ее много раз оставляли. Мы собираем голоса. Эта, получается, тема дает возможность разнообразить музмехи. Если музмехи предоставлять, получается, в виде, как бы, линии, ну, получается, от атаки к защите, да, то есть двойной, то у вас, ну, ограниченная, как бы, уровень представления. А если перекидывать на осях координат и сделать, получается, сетку, тогда, ну, происходит немножко другое. И вот я тебе хотел... Вообще, как ты пришел вот к такой манере, получается? Ты где-то вообще форму эту видел? Или просто тут такая интересная идея создания, получается, вот. Ну, давай с самых первых начнем. Вот, получается, фиолетовый сектор. То есть, ну, розовый, фиолетовый, пурпурный, да? Это вот середины, да, между... Слушай, вот эту координатную, поточнее, сетку можешь описать? Ну, то есть... Да, конечно, могу вот прям в самом начале. Вот как ты сказал, на текущий момент система, что у нас представляет? Это крайний... Ну, одна крайность, это чувак ориентирован на защиту, это Титан. Чувак ориентирован на атаку, это как бы рух. И посередине СОС у нас что-то не то, не другое, а что-то среднее. Вот, если мы представим, что у нас не прямая... Ну, то есть, все учились в школе, все представляют себе координатную плоскость. То есть, ось Х, ось Y. В точке 0 у нас будет СОС. То есть, каждая прямая, это... Это у нас один из параметров. То есть, Х у нас защита, У у нас атака. Вот, и, соответственно, по этим прямым мы будем плясать. Вот. Вообще, вот я тебе писал в презентации, в дальнейшем, ну, если развивать эту мысль, это не совсем VR значение, то есть, они не под прямым углом. Это не обычная координатная плоскость, а не эвклидовое пространство. Там, ну, что-то типа пространство-седло будет, оно называется. Такая гипербола небольшая. Вот. И поверх этой сетки, если мы наложим сектор, ну, подберем специфическим образом, то есть, что у нас вверху будет рух, то есть, человек с самой большой атакой. Защита у нас, ну, как бы, остается всегда с самой большой защитой. То есть, по факту, вот текущая система, она не меняется, просто мы смотрим на нее под другим углом. То есть, как бы разворачиваем. Ну да, мы ее, получается, из линейной точки переводим в плоскость просто. Да, да, да. То есть, это если, ну, как бы, если смотреть с какой-то стороны, то, по сути, получится тоже линию. А если посмотреть с другой стороны, как-то поворачивать эту линию. То есть, если мы диск, условно, возьмем и повернем ребром, мы же будем видеть не диск, а прямую линию, по факту, вот эту самую. Ну да, 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 абсолютно верно. То есть, я тебе и говорю, получается, мы из двух, ну, то, как бы, получается, из однолинейного пространства просто перешли в два, ну, в двухмерное. Да, да. То есть, так же, как и двухмерное, да, существует. Вот, можно там, в принципе, еще дальше эти пространства разворачивать, просто, ну, как бы, смысла этого не имеет. Можно, конечно, и выше, но хотя бы, вот, ну, для самого, короче, ну, вот начала. Я понял, я сначала, ну, как бы, я поэтому спрашивал, то есть, я не догонял. Ты, получается, переходишь из двухмерного пространства, вернее, из одномерного пространства ты переходишь в двухмерное, образуя, получается, круг, ну, ну, самого, как бы, движения, получается, музмехов на точках. Вот меня, что, как бы, интересовало. Да, вот, и, получается, основная цель вот всей этой системы показать разработчикам, какую мысль донести до них, что их система может изменяться. То есть, не то, что вот у нас три меха, все, все, больше нам ничего не надо, все, вот мы прям, вот, опять же, сошлюсь на стрим с Еленой, ты сам говорил, есть камень, ножницы, бумага. Да, 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 я знаю. А есть, типа, дополнительный там, ящерица, спок. Ящерица, спок, да, я знаю. И, причем, самое интересное, это схема абсолютно рабочая. Она более сложная, но она рабочая. Да, в этом суть. И поэтому вот я, ну, когда уже опубликовал эту идею, ну, наверное, уже месяца два назад на форуме, периодически возникают люди, которые говорят, ой, да зачем, три меха. И вот, блин, меня аж прям коробит от этого. Нужно понимать, что от того, что мы добавим одного, двух, трех мехов, игра приобретет больше красок, больше разнообразия. То есть, у нас будет больше тактик, условно. На экспо будет, то есть, не фарм в девять, где, типа, три тита, шесть созов и все, и вот так. А можно будет комбинировать, там, использовать различные, на квошмах что-нибудь эдакое использовать. Да, но вот заметь, как ты сказали, короче, получается, на стрипе с администрацией. У нас игра в Мьюзик Варс, а не игра в Мехи Варс у нас. Вот я прям не согласен. Дело в том, что вот эта вся вот боевка, башня, вот все, помимо мехов, это настолько неважно. Сейчас вот в основном мехи тащат игру. Да, согласен. Все ходят к тебе на стримы, там, к Санчесу, Санчес тебя начал копировать. Блин, мы Санчеса всю жизнь вместе, короче, шли. Мы давно, я Санчеса также поддерживаю. Мне просто, ну, для Хабаровска там тяжело просто. Ну, Санчес больше, как Марш. Я к тому, что у тебя вот это вот, ты ухватил саму суть. Мехи, это вот сама жизнь Мьюзик Варса. Ну да. Всем пофиг на бой, всем пофиг там на башню. Все приходят вот именно поиграться в мехи. Поэтому я вот считаю, вот лично для себя, что вот именно эту ветку и нужно развивать. Потому что добавление питомцев, всего того, это такое себе. Вот. А по поводу вот теперь вернемся к идее-то. Да, вот сама идея, вот сама получается. Слушай, а вот идея получается, смотри, вот этих секторов, да, как вообще вот в голову тебе просто пришла? Вот я знаю, что вот у меня прямо идеи не возникает. Где-то был примерный такой этот или прямо из головы брал? Нет, на самом деле я когда-то давным-давно смотрел анимешку. Там тоже что-то какая-то, аниме про роботов что-то было. И у них было разделение по секторам. Ну, у них не по секторам, у них тоже был, как называется, спектр. И по этим спектрам можно было гулять. То есть там красная атака, там какая-нибудь дальнобойная, синий какая-нибудь атака, ближний, ну, вот подобное. А, ну я понял, понял. Короче. Вот, и как бы просто что-то вот щелкнул в один момент. Я такой, о, а можно же вот так вот попробовать наложить, поиграться, что-нибудь подумать. Вот, собственно, так появился сначала сектор, ну, точнее, сначала круг. А по секторам дело в том, вот Елена тоже на стриме говорила, опять сошлюсь, что не надо предлагать меха, который будет сильнее Руха в атаке. Или сильнее Титана в защите. А их и не будет, по сути. Вот, не надо такого предлагать, потому что это, ну, плохо. И идея была в том, чтобы придумать мехи, которые не дублируют Титана, не дублируют Руха, Соза, а предлагают какой-то, вот, скажем так, другой взгляд на вещи, другого, совершенно нового, новых мехов, которые бы, ну, как бы не дублировали, не меняли имеющихся уже в данный момент. Вот. Поэтому вот, как бы, пришлось сидеть и додумывать, ну, в зависимости от... Ну, я понял, я веду это. Ну, давай пройдемся по самим секторам. Ну, то есть, чтобы было, чтобы с людьми, короче, ну, примерно познакомить хотя бы. Да, вот, ты уже упомянул, фиолетовый. Да, фиолетовый сектор, короче, розовый, фиолетовый или пурпурный. Ну, то есть, сюда, по сути, три меха можно впихать, прям, по сути. Да, я просто... Ну, хотя бы один, то есть, ну... Не знал, как его назвать, поэтому вот предложил такой вариант, потому что по мне он и розовый, и фиолетовый, и пурпурный, все вместе туда. Вот, если посмотреть на график, он у нас, по идее, должен... По атаке располагаться... Ну, по дефолтной атаке должен быть слабее руха. По дефолтной защите должен быть слабее титана. Вот, соответственно, от этого нужно было придумать способности. Дело в том, что если уменьшить... Ну, сделать такого меха, который меньше руха по атаке, меньше титана по защите, то получится по факту SOS. Вот, но... Так как фиолетовый все-таки ближе к красному, нужно сделать его ориентированным на атаку. Эдакий SOS с нижним байтом. Вот, либо... Ну, что-то подобное. Вот от этого я плясал, так развивал эту тему, и пришел к тому, что по факту вот этот фиолетовый мех должен накладывать, ну, скажем так, слабость на атакуемую им меха на один раунд. Вот, правда, ну, там в комментариях, вот если кто-то тему почитает, там парень предлагал на два раунда накладывать эту защиту, ну, эту слабость. Ну, да, да, это было бы удобнее, это было бы похоже на периодическую атаку этого. Да, созидателя. Да, на периодическую атаку созидателя. Ну, это бы тоже, скорее всего, по сути, по-нормальному раскачивалось бы вот этим байтом. Ну, то есть было бы так классно, потому что сам же сазить на первом уровне, он же, ну, как бы лечит, да, получается, а потом дополнительно вкидывает. Ну, да, тут, типа, вот верхний байт повышает защиту, процент накладываемой слабости. Да, своеобразно, кстати, но он постоянно ее будет накладывать, кстати, такое. Да, вот, поэтому мы его, как бы, по факту этот мех, получается, у нас не слишком слабый и не слишком сильный. То есть он не сильнее никого из них, но и не слабее никого из них. Ну, он между двумя, получается, но, кстати, а он ближе к кому будет? К руху, получается, или все-таки к титану примерно? Да, я уже упомянул, так как фиолетовый, я считаю, все-таки ближе к красному, то он все-таки ближе к руху. Поэтому у него акцентированность именно на ослабление урона. Если бы был что-то ближе к титану, то ослабление защиты к аминтеду, как было бы. Ну, пока вот остановился на том, что пониженный урон должен накладываться. На какое количество раундов, ну, вот я говорю, мы как бы там рассуждаем. Ну да, я видел, что в этих... Ребят, я ссылку сбросил, пожалуйста, проходите. То есть нам надо голоса собрать хотя бы для начального, чтобы прошли, чтобы проверили. Представьте, как мехи, по сути, разнообразятся. Пока на стриме, ребят, проходите, пожалуйста, там регистрация, если у кого нету, она копеечная. Ну, имею в виду, там без проблем можно пройти, надо просто тупо набрать голоса. То есть, ну, там многие у нас есть, но они, ну, как бы не зарегистрированы, просто приходят, а эффекта нету, короче, как такового. Вот, ну, и если ты заметил, там последний пункт. С усилением атакует зеленый мех. Ну да, обратная сторона, короче. Вот. Это было бы, на самом деле, очень хорошей фишкой. Ну, я вообще удивлен, почему ее нету. То есть, по идее, вот если в текущей системе, когда Ру должен с максимальной силой атаковать Титана, а Титан Руха. По-моему, это очевидно, я не знаю, почему не добавили в свое время. Скорее всего. Скорее всего, не знаешь, понимаешь, это не форма. Ну, ладно. Может, из-за того, что там, типа, сос есть, как бы, третий мех, и непонятно, кто его будет атаковать. Ну, вообще, здесь такая фича была, помнишь? Титан есть такая, это, что накладывает щит на Руха, ну, сильнее, чем на остальных. Что-то было, типа, такая, какая-то тоже задумка была, но я не знаю точно, насколько она реализована. То есть, вот, я просто, ну, то есть, просто не знаю точно, если. Ну, я вот не слышал, но это интересно, на самом деле, весь-то. Ну, это, как бы, это была, как бы, идея. Ну, ладно, поэтому, как бы, меху, ну, в понятный. Так, желтый сектор, ребят, желтый сектор, это противоположный от Руха в сторону, то есть, получается, да. От Титана. Да, это противоположный в другую сторону, то есть, по сути... Да, то есть, вот именно противоположность Титану, то есть, по факту, он должен, ну, у него должна быть минимальная защита и, ну, какая-то средняя атака. Вот, можно сделать ее ниже созы, хотя вот там в комментариях тоже, те, кто почитает, предлагали сделать ее побольше. Потому что, по факту, он будет самым жирным, со слабой защитой, но у него есть очень интересные вещи, типа, ну, на мой взгляд, интересные, как бы, тут, как бы, такое. Второе, это накладывание регенерации на всех окружающих его мехов, ну, процент в зависимости от своего ХП. То есть, чем больше у него ХП, тем больше он регенерирует окружающих. Да, у нас, кстати, не все у меня видно из-за чата. Ребят, ну, пройдите, пожалуйста, по ссылке, чтобы можно было нормально посмотреть. Ну, там-то я могу, по-моему, увеличить или как-то бы уменьшить, может, еще. Как-нибудь сдвинуть бы ее, но там у меня не проходит чуть-чуть. Ну, ладно. Вот, есть идея относительно того, что данный мех, он максимально себя реализует в окноте, где стоя где-нибудь в центре, не в углу. То есть, чем больше охватывает он мехов, тем лучше. Вот, поэтому тоже возникла идея относительно того, что если окружающих его мехов поубивали, ну, то есть, там, из девяти, сколько там, не девять же, но... Ну, да. Восемь его окружает, да, получается? Да, восемь-восемь. Вот, если этих восьмерых, ну, поубивали, там остался один какой-нибудь, вот этот весь процент отдавать на него, то есть, сколько бы он восстановил окружающим, столько отдавать, вот, ну, то есть, распределять процент на оставшихся в живых. Ну, это не честно, если честно. Ну, это вот предложили просто. Ну, да, да, я понял. Они пытаются, как бы, ну, компенсировать какую-то форму. У него, по сути, умелка, да, она работать на одном мехе будет слабее. И пытаются, да, там можно сделать, но не так, это, ну, надо чуть-чуть поварировать там, да, там есть... Ну, да, здесь, как бы, просто с этим мехом, да, есть проблемы относительно того, что, вот, один на один он, скорее всего, проиграет вообще всем. Ну, да, он реально, так он слабый, получается. Да, у него жизни нету, атака у него хорошая, а жизни у него нету. Он почти как рух, то есть, по сути, по мощности, ну, типа такого, ближе к нему, да. Ну, да, получается, атака самая минимальная, здоровье больше всех, но, как бы, толку от этого, если его там, от него куски будут просто отрывать, вот. Ну, да. Поэтому, как бы, вот, по поводу него надо, как бы, рассуждать, думать относительно того, ну, то есть, максимально, вот, я говорил, он себя реализует именно в толпе. То есть, как саппорт, он прям, вот, будет тащить, я думаю, на кошмах, если этому чуваку дать еще кванты, четыре таких парня будут кошмах просто разваливать. Ну, да, если правильно, короче, их поставить. Ну, а по-нормальному, слушай, варьирование будет просто колоссальнейшее, конечно, ну, то есть, в этом. Короче, немаленькое, если варьирование так произойти, блин, все тактики, короче, просто тупо будет менять, все пересматривать. Да, 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 вот именно каждый из этих мехов будет просто кардинально менять текущие тактики, их можно придумывать до бесконечности, ну, не до бесконечности, ладно. Ну, да, да, но их будет много, да, имею в виду, это. Ну вот я говорю, то есть сейчас что у нас на фарме? В девятером, в шестером, все. Для извращенца вдвоем. Ага, то есть я имею в виду, это смотрю. Да, и вижу байты, короче, да, верхний байт увеличивает здоровье меха, то есть здоровый нижний увеличит процент восстановления. Ну да, согласен. Какую-нибудь спецспособность еще, возможно, бы еще дополнительная была, но это надо продумывать, пока начальный, короче, есть. Да, это вот относительно него, мы вот, я говорю, разговаривали, впредь, ну так получается достаточно слабый именно один на один. Но при этом со следующим мехом мы прям считали очень хорошо, вот с зеленым. Там есть расчет относительно того, насколько он опасен, этот мех, именно в бою. По факту, вот у нас на текущий момент что происходит? Рух, это человек, который он тащит с начала игры. То есть у него куча волн, вот пока у него есть расход, он будет тащить. Ну да, SOS, он как бы на протяжении всей игры. То есть и в начале, и в середине, и там в конце полезен бывает. Титан, по идее, должен тащить в конце игры. То есть, ну как бы, я не встречал людей, которые идут на Титане, чтобы выигрывать. Обычно идут на Титане, чтобы дожить до какого-нибудь момента, и все, и там сдохнуть в конце уже. Ну да, Титаны в основном, да, на самом главном боссе они вытаскивают, правильно перекидывают, короче, меняют жизни. То есть это нормальное явление, да. А этот чувак заточен именно под овер и под конец игры. То есть под самый-самый поздний лейт. Если так вот, ну, посмотрите спецприемы, которые он дает. То есть чем меньше у него здоровья, тем больше у него сопротивляемость. Как у цветка, вот у фуры. Мы сегодня проходили с тобой? Да. Вот, то есть если его не убить сразу, на красном здоровье, его будет очень тяжело прибить. И на овере этот парень будет просто разрывать. То есть если Тима сохранит вот этих зеленых слов до овера, и их не убьют, это именно вот будут, как бы сказать, руки в овере, на максималках просто. Ну, они же, нет, они процентное соотношение восстанавливают. Ну, то есть смотри, сейчас по нижней спущусь, я где-то там рассчитываю. То есть, допустим, у этого меха 6 миллионов здоровья. В него там запустили волны, фазы, все на свете, потонки. У него осталось, ну, там, 5 тысяч условно здоровья красная. Вот. Если посчитать, то сопротивляемость его будет, он будет игнорировать 99% урона. Погоди, это ты следующего читаешь, да? Нет, зеленого, зеленого. Это зеленый, это не желтый, да? Нет, это не желтый, это про зеленый. А, про зеленый, да, я понял. Просто там перешли уже? Да, 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 я имею в виду, вижу, короче. Да, зеленый сектор, ребят, да, я тут не смотрел. Вот. То есть, у него останется 5 тысяч, и чтобы его убить, нужно будет там выдать под 6 миллионов тоже где-то урон единоразово. Ну, ну, короче, по сути, по-нормальному. Так, слушай, погоди. У него от процентного соотношения, вот у него, получается, щит никакой, ну, не срабатывает. А срабатывает, получается, его внутренняя защита. То есть, постоянно срабатывает. Ну, то есть, если у него здоровье максимальное, у него защита, ну, условно, 0. Ну, да. Ну, сопротивляемся. Чем меньше у него здоровья, тем больше у него растет сопротивление. И если его пустить в красное значение здоровья, то в него нужно вливать просто огромное количество урона, чтобы, ну, тот игнорируемый процент его убил просто. Ну, да, это будет тяжеловато, кстати. Его почти нет. Поэтому на оверах, вот он будет прям хорошо тащить. Сука, он прям бессмертный будет, можно сказать. Да, то есть, Тима противникова должна понимать, что если его убивать от зеленого меха, то прям напрочь. Да, его надо. Чтобы не оставить там немного хп, а прям убить его надо. Ну, то есть, его со стопроцентной, то есть, пока у него нулевая защита, его надо сразу убить. То есть, пока у него... Ну, да. Либо из желтого здоровья его мочить. Ну, да. Потому что, вот я говорю, в красный его пускать нельзя. Потому что, вот именно на этих жизнях он будет себя максимально реализовывать. Но, опять же, этот мех подойдет, скорее всего, тем людям, которые очень внимательно могут контролировать ход боя. То есть, они понимают, что у них там когда-то волна придет. Опять же, если их опустили до красного, им не нужно отхиливаться. Не нужно есть аптеки, ничего. Они здесь чувствуют себя прям как рыба в воде. Ну, если он с ним желтый стоит, он все равно отхилит. Ну, если желтый, да. А если там СОС, потому что СОС не всегда какой-нибудь вредный СОС скажет, вот я тебя выхилю, чтобы тебя убили. Нет, ну да. Я тебе поэтому и говорю, что СОС-то может тебя и не лечить. А желтый-то будет тебя лечить в любом случае. То есть, процент будет восстанавливать. То есть, так как бы не в этот... Ну, прикольный, кстати. Да, он твердый. Для танкования, кстати, он пойдет вообще. Но его надо... Если его не убили, то все хана, короче. Это задолбачься его ковырять вообще просто. Да, да, да. О чем речь. Ну, соответственно, верхний байт это на здоровье, нижний байт на процент игнорирования. А процент игнорирования больше ста, да? Да. Бессмертный. Да, 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 да. Он, кстати, молодцы. Топор говорит, дайте ему в руку берсерк получится. По сути, да. Это, по сути, берсерк. Чем больше урона на него наносит, тем он сильнее, короче, становится. Ну, типа такого, да. Да, да. Именно о берсерках я и думал, когда его придумывал. Да. Ну, давай, короче, по сути, по-нормальному. Тут уже тоже ближе к полночи. Я тебя отпущу. Давай пройдемся еще до этого. Я потом этот момент со стрима отдельно выставлю. Ну, вот там, да. Еще остался вот последний, собственно. И могу пару слов о черном сказать. Да, да, да. Не, этих тоже зацепим сейчас. Зацепим. Ребят, лазурный сектор, это крайний, получается. Вот этот вот ближе к Титану. Ну, то есть, сюда вот вот. Вот. Так как он находится на противоположной от руха в стороне, то есть, у него будет минимальная атака из имеющихся. При этом здоровье у него будет чуть меньше, чем у Титана, потому что он ближе к Титановским там. И, соответственно, какая его спецпособность? То есть, если в этого меха влетел урон, он какой-то процент от этого урона приплюсовывает, собственно, к своей атаке, и следующий ход будет именно с этим уроном атаковать. Это вот если вкратце. От атакующего, атакуемого меха? Ну, то есть, смотри, его атаковали, он выжил. И следующий удар, который он нанесет, будет, ну, там, 10% от того урона, который он получил. То есть, его бить нельзя. Ну, его нужно бить аккуратно, я бы сказал. То есть, его соплями улобно, например, закидывать, если сейчас рассуждать. Вот прям соплями, 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 он там потихоньку будет умирать, умирать, умирать. И, как бы, ну, у него не будет бусток атаки. А если в него ударить, то, как бы, он в ответку просто ударит. Это, знаешь, такой прокачанный отраж, я бы сказал. Ну, да, я так и понял. А я думал, кстати, вот насчет как раз вот этих вопросов. Я думал, что он, короче, бьет и забирает атаку противника на несколько ходов. То есть, у него атака, допустим, такая же, она, короче, самая слабая. Это у фиолетового такое. Нет, у фиолетового это ослабление. Ну, ослабление атаки, да. Да, а этот, наоборот, себя усиливает. Ну, ты соединил, я бы сказал, два меха соединил. Ну, да, да, ну, я так, я говорю, я поэтому тебя и пытался вытащить на разговор. Ну, то есть, что, видишь, я, я даже, даже я до конца, видишь, не этот. Потому что заимствует на следующий ход процент от нанесенного урона. Видишь, атакуемого меха. Я и подумал, что, получается, он бьет, допустим, Руха, и он Руха ослабляет. Ну, то есть, ну, имею в виду, получается. И его урон забирает себе. То есть, вот типа такого. Оказывается, немножко по-другому. Его бьют, а он крепчает. Да, его бьют, а он сильнее бьет. Ну, да, там на один-два хода, короче, получается. Но его можно завалить, если честно. Тоже... Ну, да, да. Они как бы все, они все, в принципе, умеренные. Их всех можно поубивать. То есть, как и текущие. То есть, и Титана может убить, и Соза, и Руха. Они, на самом деле, вот именно находятся именно в той плоскости. То есть, они не сильнее мехов. Они именно сопоставимы с ними, я бы сказал. Да, да, да. Вот имею в виду. И самое смешное, что вот получается, сколько раз, короче, переходили. Сколько раз пытались, ну... И все равно, вот, понимаешь, тему получается на форуме. Но вот не смотрят, сколько ты раз это переходил, сколько создавал темы. Вот, ну, никто не хочет. Я говорю, надо 100% видос создавать, вопросы нагонять, короче, людей и так далее. Надо, ну, сделать так, чтобы... Ну, ребят, разнообразие мехов, ну, по крайней мере, в таком виде. Да, возможно, оно в таком сыром виде и не дойдет. Но в каком-то виде оно дойдет. На 100% дойдет. Но нужно 5 мехов. Ребят, нужно 5 мехов. То есть, это средний 6. Это, ну, как бы так, своеобразно. Ну, есть. На самом деле, вот я тебе перебью, извини. Достаточно ввести одного меха. Вот, не нужно вводить там сразу 5, 6, 10. Ввести одного меха, вот любого, прям, любого. И они не испортят картины. Реально не испортят. То есть, введем, допустим, у желтого, желтый будет полезен. Зеленого, ну, зеленый будет полезен. Все они, вот, имеют те обилки, которые нужны теме там на полигонах, нужны теме в экспах. И при этом у них есть какая-то способность защищаться от текущих мехов. Вот, то есть, я говорю, там не идет разговор о том, что вот мы вам 20 мехов дадим и разбирайтесь. Вот ты же разговаривал про это. Как он называется в прошлом эфире? Red Shadow Legends, да? Где там ничего не понятно, куча всяких вещей и всего такого. А, да, да, да. Я с Серегой, короче, я уже вырезал. Я видео подготовил, скоро, да, сделаю. Да! Здесь такого не надо. Здесь вот одного ввели, он, да, хорошо прижился, все нормально, им играются. Можно дальше вводить. То есть, это вот максимально из того, что можно сделать. Это вот прям вся система, я бы сказал. А вводить-то, да, можно по одному, по два, по одному. Спокойно вводить, и как бы все будет хорошо в игре. Ничего не сломается. Ну, слушай, а давай вот просто ради интереса. Вот эти два спектра получаются, да? Ну, имею в виду. Черный, ну, другие сетак получаются. Это еще разные концепции, да? А вот самое интересное, вот на спектре нет черного, да, как такового. Вот просто откуда ты его вытащил просто? Ну, смотри, мы условились, отговорили с самого начала, что SOS у нас в центре стоит. В точке 0,0. Да, да, да. Если все цвета соединительные, ну, как они соединяются в спектре, они создадут белый. То есть, SOS по факту белый цвет. Ну, да. За пределами этого круга получается черный, инвертированный. Хорошо, так за пределами круга. Так он, получается, должен примерно обладать теми же мощностями, что и Созит, только в обратную сторону, да, получается? Да, вот ты прямо опять ухватываешь саму суть. Да, но это я так примерно прикидываю, да, если бы такая... То есть, он обратно должен быть SOS именно, что... Вот, и если SOS лечит, ну, как бы себя, окружающих, то этот парень должен, по идее, за счет других лечить самого себя. То есть, отбирать жизнь у них и лечить себя. Ну, у него тоже, да, да, стандартно. У него, скорее всего, будет такая же атака, как у SOS, жизни так же, как у SOS, только будет, ну, спецприем, короче, вытягивание жизни в процентном соотношении. Ну, и также верхний байт будет, скорее всего, усиливать, ну, типа, кражу, скорее всего, жизней, наверное, типа. Ну, это так, это как идея основная. Да, ну, вот просто, ну, реально тоже с парнем там в комментариях пообсуждали, но по факту этот мех, ну, скорее всего, будет вот именно что ущербным и плохим. Дело в том, что против этого меха, на самом деле, есть куча дизейблов. То есть, можно абсолютно прожать, все, урон он тебе не нанес, здоровье себе не восстановил. Можно, ну, не знаю, если он там, получается, нанес урон уже после того, как убили человека, ну, человека меха, то, опять же, он не восстановил, ну, и такое себе. То есть, в битве один на один, да, он как бы сам себе злобный буратин. То есть, сам будет бить, сам восстанавливать, и вообще ему пофиг на всех, там, на титанов, на мехов, на рухов, сам себе будет все делать. Вот, но при этом, если его контрить, то как бы, ну, честно скажу, это как бы такое... Ну, по сути, по нормальному, по сути, по нормальному, короче, вот даже тот же, ну, черный, да, я согласен, что у него как бы есть много этих. Но, по сути, ему сделать постоянный вампиризм фиолетовый через щиты, через щиты, короче, тогда он будет более-менее адекватный. То есть, ну, будет игнорировать, короче, эти фичи, он же, как бы, нестандартно, он не входит в это распределение. И вот, самое интересное, вот, смотрите, фича какая, в том, что у нас же много мехов, да, вот сейчас мы предоставили вам 4 меха, как таковых, да, и вот, смотрите, здесь же еще остается оранжевый, да, светло-синий, там, голубой, короче, какой-нибудь, да, мех еще один, фиолетовый мех. То есть, по сути, вот в этот круг можно запихать еще кучу разных, короче, мехов, пользуясь чисто вот шкалой, ну, двойного вида, так скажем. Это же, ну, неограниченно, так скажем, разница-то, вот в чем. Да, да. Ну, если ты еще ниже пролистаешь, я там покреативил сегодня с утра, попробовал представить, как они будут выглядеть именно на полигоне, вот, но тут я уперся в то, что если рух у нас в ангаре красный, то он на полигоне красный, титан синий, на полигоне синий, а с созидателем, ну, по-другому все, он в ангаре белый, а на полигоне зеленый, поэтому если там будешь... Созиды, короче, белыми станут, просто они поменяются, то есть, если введется другой спектр, ну, то есть, просто созиды станут другие, это однозначно. А зеленый будет именно зеленый. Да, верно, верно, а это так и будет. Ну, и, соответственно, тактики распределения, скорее всего, просто заменятся, чтобы те же самые, ну, зеленые мехи, получается, попадали где-то в центр, ну, то есть, чтобы было попроще. Это да, это, ну, так и будет.